Видишь, вот здесь у нас должен был быть дом. Семья Никифоровых стала дольщиками компании «Новый дом» в 2008 году. Привлекли расположение дома в районе Богдана Хмельницкого-Азейской. И на тот момент сравнительно невысокая цена за квадрат. Успели внести 160 тысяч рублей. Мы просто узнали, каким-то образом родители, что в администрацию никаких документов не поступало о строительстве. И мы буквально сразу решили договор расторгнуть. Мы изначально просто устно к ним приходили, говорили, вот мы же расторгли договор, верните деньги. Да, завтра. Приходим завтра. А мы прям ходили. Прям ходили практически каждый день. И все время нам говорили завтра, завтра. Ну вот такая была политика. Деньги супругам не вернули до сих пор. А на месте дома по-прежнему пустое место. Генеральный директор и учредитель фирмы Андрей Налетов и Сергей Хабаров осуждены осенью прошлого года и получили реальные сроки. Их судьей был теперь уже скандально известный Евгений Махно. Видео, где он спит на одном из заседаний по этому делу, облетело уже весь интернет. Но, несмотря на шумиху, супруги уверены, судья вынес справедливое решение. Сейчас здесь некий котлован. Но его вырыли буквально недавно, когда начался суд. Это делалось, вероятно, для замазывания глаз судья. Среди обманутых дольщиков компании «Новый дом» и известный радиоведущий Павел Савинкин. Справить новоселье он должен был еще в 2005 году. За воздух семья Савинкиных успела заплатить полтора миллиона рублей. С учетом инфляции компания «Новый дом» задолжала им уже в два раза больше. До суда это дело дошло только в 2011 году. Скандальное видео, где судья по их делу снят спящим – это уловка, чтобы пересмотреть справедливый приговор, уверен Павел Савинкин. В течение, по сути дела, восьми лет мы добивались восторжества справедливости. В моем понимании справедливости. Я воспитан на фильмах, в которых звучат фразы «вор должен сидеть в тюрьме», а те люди, которые оставили меня без квартиры – это воры. В моем понимании. Да, и судья – это один из тех, кто… Один из тех немногих, которые, мне кажется, очень вдумчиво отнеслись. Ну, наверное, он исполнял свой долг. Мне кажется, он справедливо его выполнил. Всего в уголовном деле компании «Новый дом» более десяти пострадавших. Во время следствия было доказано, что генеральный директор и учредитель фирмы Андрей Налетов и Сергей Хабаров, не имея разрешения на строительство, собрали с дольщиков более 13 миллионов рублей. За мошенничество и растрату чужого имущества в особо крупном размере Сергей Хабаров получил 6 лет лишения свободы, Андрей Налетов – 5. Штаны с него свалятся, смысла нет вообще никакого уже в этих штанах. То есть с 54-го он уже, наверное, 50-й. Ну, шнурки однозначно вытащат, поэтому их нужно заранее будет вытащить. Жена Андрея Налетова Елена теперь дважды в месяц возит ему передачки. И в отличие от пострадавших, женщина уверена, справедливого суда над ее мужем не было. И видео, где судья спит, тому доказательство. Как можно проспать прения все, когда на чашу весов положено, когда выступает прокурор, да, ее там четко видно. Она читает обвинительное заключение. Она сама улыбается с того, что судья спит. Доверие к судям у меня. Ну, нет теперь. Но следователи говорят, невинными жертвами кривосудия Налетова и Хабарова вряд ли можно назвать. Фамилии Налетов-Хабаров как бы нарицательные. Потому что неоднократно они фигурировали уже в заявлениях людей до этого. Были по ним заявления, заявлениями людей и раньше. Где дело отказывалось, возбуждение дело по различным причинам. Отношение Налетова мы направляли в суд до этого дела по налоговому составу. Уклонение от уплаты налогов. Теперь адвокаты осужденных будут добиваться отмены приговора и возвращения дела на новое судебное разбирательство. Именно для этого они и обнародовали скандальное видео. И если дело будет пересмотрено, неизвестно, каким будет новый приговор Андрею Налетову и Сергею Хабарову. Следователи признаются, зачастую такие дела заканчиваются нереальными, а условными сроками. Ольга Канюшкина, Оксана Руденко, Василий Пронькин. Альфа-Новости.